Эта пустынная дорога в селе Петрушино долгое время была проблемой для местных жителей. Вероятность, что ее отремонтируют, была небольшой. Все изменили новые технологии. Был запущен сервис голосования на портале Добродел в рамках губернаторской программы дороги Подмосковья, где жители непосредственно сами голосовали за участки дорог, которые бы они хотели видеть в ремонте в текущем году. Общее количество победивших на портале Добродел 5 автомобильных дорог, набравшие наибольшее количество голосов. Вторую жизнь благодаря активным гражданам обретут улицы 2 и 3 в деревне Петрушино, подъездная дорога к дачному кооперативу «Факел-2» в поселении Горки-Ленинский, в Видном улица Советская и два участка по улице Гаевского. По контракту каждый подрядчик, выполняющий работы по губернаторской программе, обязан разместить в месте ремонта вот такой плакат. Здесь указано наименование объекта, контактные данные заказчика и подрядчика, а также время начала и окончания работ. Здесь указано, что работы будут сделаны в течение месяца, но подрядчик утверждает, что справится в течение двух недель, так что неудобств терпеть недолго. Впрочем, и за них здесь тоже извиняются. Жители улицы Гаевского также проявили инициативу на портале Добродел. И здесь закипела работа. Сделать ремонт некачественно или неоправданно затянуть сроки, как это раньше нередко случалось, у подрядчика не получится. В этом году особенностью является то, что добавлена система работы из КПДИ. То есть подрядчик обязан выкладывать свои фото и видеоматериалы в эту систему контроля. И, соответственно, это является дополнительным контролем, как на уровне области, так же, как и на местном уровне. Представители подрядчика отмечают, что сложности с ремонтом почти не испытывают. Но, как это не парадоксально, несмотря на то, что именно местные жители стали инициаторами ремонта дороги, они же и создают трудности для рабочих. Помешает машина. Сами видите, посмотрите дальше. Машины стоят, и рабочие стоят, ждут, когда машина уберется, будет работа дальше проводиться. Тем не менее, работа идет. Забота о ремонте дорог, наверное, самое органичное проявление гражданской активности. Это отметил и губернатор Подмосковья в своем традиционном обращении к жителям области. Мы получили огромное количество обращений от жителей, которые просят расшить узкие места. Там, где нет правого поворота, там, где не горит стрелка. И вот с помощью системы Добродел мы собрали 213 таких перекрестков. И в этом году облегчим там жизнь жителям наших городов. Пять дорог, которые ремонтируются по инициативе жителей, лишь часть программы, реализуемой в том числе и на территории Ленинского района. Ремонт дорог осуществляется в рамках программы губернатора развития и функционирования дорожного транспортного комплекса на 2017-2021 годы. В этом году у нас 22 участка дорог приняли участие в софинансировании с бюджета Дорожного фонда Московской области. Инициатива по народному голосованию будет продолжена, тем более, что она нашла горячую поддержку у жителей. Хорошая инициатива, почему бы и нет, если люди могут проголосовать. И благодаря этой инициативе чиниться та или иная дорога или те участки, которые беспокоят именно население. Молодцы, конечно же, придумали. Но я сама не пробовала туда дозваниваться или как-то сообщать. К сожалению, не хватает времени. Уже сейчас любой житель может проголосовать на портале Добродел за ремонт той или иной дороги, который будет сделан в 2019 году. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.